Всем привет! Продолжаем играть в колл-бот. Итак, в прошлый раз мы прошли первый пункт упражнений, или как его надо? Раздел, раздел, вот. Сейчас мы приступим ко второму... А что оно выбрано, истребитель? А, так, муравьи и осы. Что мы тут научимся? Ну, попробуем четыре пройти. Давайте в этом видео четыре и в следующем вот эти три. Так, что мы тут научимся? Я так понимаю, мы научимся устанавливать мощность различных моторов, чтобы добиться заградительного огня... Окей, ладно. Научимся управлять мощностью различных моторов. Дальше, создадим летающую защитную крепость. Дальше, запрограммируем эту башню так, чтобы она расходовала меньше энергии. Я так понимаю, что-то оптимизируем в коде. Дальше прикажем к крылатому стрелку очистить зону. Я так понимаю, запрограммируем так, чтобы... Напишем такую программу, которая скажет нашему стрелку найти все в округе и все уничтожить. Вот. Вот чему мы сегодня научимся. Ну, давайте приступим. Итак, первое задание. Упражнение. Установите мощность различных моторов, чтобы добиться заградительного огня. Ух ты, кстати. Я только заметил. Смотрите, я вожу мышкой. И там, где я вожу, такие салютики. Вроде бы мелочь, да? Смотрите. А как добавляют красивости интерфейса? Круто. Ладно, начинаем. Итак, у меня новый какой-то гусеничный стрелок. Два мотора. Да, было сказано о том, что нам надо научиться управлять двумя моторами. Так. В качестве защиты от нескольких гигантских муравьев, атакующих вас с севера, во время выстрела поверните бота, чтобы получился заградительный огонь. Угу. Когда вы управляете ботом по радио, вы можете поворачивать пушку во время выстрела, чтобы обстреливать большой угол. Вы также можете сделать это, программируя бота. Но тогда вы должны будете поворачивать всего бота инструкция мотор. Для этой инструкции необходимо два значения. Скорость левого мотора и скорость правого. Эти значения должны находиться в пределах минус 1 и плюс 1. Мотор 1, 1 перемещает бота вперед на максимальной скорости. Оба мотора работают на полную... Ага. То есть единичка это полная мощность. Мотор минус 1, минус 1 бот двигается назад на полной скорости. Мотор 1.09, дайте я угадаю. 1 это левый, 0.09 это правый. Да, значит левый крутится быстрее, а правый медленник, значит, типа он будет ехать вперед, но немного поворачивает направо. Итак, читаем. Бот двигается вперед, при этом незначительно сворачивает направо. Видите, угадал. Ну, как угадал, я знал. Ну, как знал, я догадался. Короче. Левосторонний мотор вращается несколько быстрее, чем правосторонний. Короче, понятно. Так, муравьи атакуют севера, чтобы обстрелять всю зону на север от бота. Сначала поверните его на 90 градусов влево. Давайте я вот это, наверное, все скопирую. Надеюсь, так можно. Да. Ну, давайте. Turn на 90. Повернули. Дальше. А, тут еще написано while. Надо в цикле. Окей, while. True. Turn на 90. Так, так, так. Кстати, ну, как по мне, вроде интересная игрушка. Что там будет дальше, но пока интересно. Нет. Это надо сперед циклом повернуть. Ctrl-X. Сработал. Так, повернули на 90 влево. Дальше в while. Вращаем по часовой стрелке. Окей. Motor. 1, минус 1. Так, вращаем. Дальше стреляем 2 секунды. Fire. 2. Дальше вращаем против часовой. Motor. Минус 1. 1. И стреляем 2 секунды. Fire. 2. И я так понимаю, все. Так, мышкой выделяется. О, и мышкой выделяется. Хорошо. Давайте. Так, это, это, это куда он? Это вправо будет поворачиваться, а потом влево. Ну, давайте запустим. Где ты? Пока мы говорили. Кстати, муравьи приближаются. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Ага. Ну, в принципе, понятно. Муравей смертельно ранен. Ну, давайте, давайте. Гусеничный стрелок. Так, осталось 2 муравья. Блин, голова может загружиться. Эй, стой. Воу. Эй, а ты че? А ты че? А че? А какая разница? Миссия выполнена. Ну, вы, я думаю, видели, он че-то этот... Крови подпустил. Ранил, наверное, кто-то. Так. Упражнение 2. Создайте летающую защитную крепость. Из крылатого стрелка. Цель легко. Так, F1. Где это? Мы в яме. Да, елки-палки. Как? А, правую зажимаю и кручу скроллом. Вот. Вот, мы в какой-то яме. Хорошо. Я бы назвал по-другому, где мы. Но, ну, но не буду. Короче. Примените в качестве защиты при нападении муравьев со всех сторон программу Spider-2, чтобы иметь возможность лететь на заданной высоте. Так, и че мы тут узнаем? Циклы мы знаем, FIRE знаем, радары... А, во, инструкция Jet. Так, программа чем-то напоминает... Блин, а мы предыдущую не сохранили. Окей. Давайте я эту скопирую. Так, замените радар Alien Spider на радар Alien Ant. Ну, она говорит... Подобно предыдущей. Давайте я вставлю Alien Spider на Alien Ant. Вот, заменили. Так, нажмем F1. Дальше нам надо взлететь, правильно? Инструкция Jet. То есть мы тут познакомимся, как летать, как управлять летающими ботами. Так, инструкция Jet управляет двигателем под крылатыми ботами. Число в кавычках должно быть между минус 1 и 1. Jet 1 перемещает бота вверх с максимальной скоростью. Jet минус 1 перемещает бота с максимальной скоростью вниз. А Jet 0 стабилизирует высоту. Так как боту необходимо набрать определенную высоту, медленно поднимите его вверх с Jet 0.2. И подождите, пока он наберет желаемую высоту. После этого стабилизируйте его с помощью команды Jet 0. Чтобы подождать, пока он наберет желаемую высоту, нам нужен цикл с условием. Инструкции внутри цикла будут повторяться до того времени, пока определенное условие будет истинным. Хорошо. Тут мы видим, пока позишн по Z меньше 20. Дальше wait, новая для нас команда, да? Wait, это задержка в 0.2 секунды. Я понял. Короче, нам надо поднять бота. Бота. Наверное, это перед этим циклом. Поднять. Чтобы поднять, они говорят Jet и 0.2 вверх. Так. Я так понимаю, это он будет медленно лететь до тех пор. И будет цикл. На, такая заглушка. Потом надо остановить. Так. Давайте сохраним. Это у нас Lesson 2. 2. Вот так. Так. И давайте запустим. Так. Летит, летит, летит. Давайте камеру сменим. Опа. Вот и муравьи. Стой. Походу. Какая-то фигня. Давайте заново. Мы, наверное, просто не успели. Или что-то мы напортачили. Ну, тут даже, наверное, не мы, а я напортачил. Куда ты стреляешь? А, в паука. Блин. Да как шо, что он еще не подошел, а он уже так стреляет. Ну, энергии пока хватает. Да, в предыдущий раз мы напортачили в том плане, что пока мы там говорили, пауки уже подползли. И наша программа не идеальна. Это не пауки, это муравьи. Да, здесь, походу, надо оптимизировать эту программу. Так, чтобы он не стрелял зазря. Это, наверное, в следующей миссии будет. Летающая башня. Запрограммируйте летающую башню так, чтобы она расходовала меньше энергии. Ну, да. Итак. Нажимаем F1. Так, программа. Ну, да, это вот наша предыдущая программа. Давайте я скопирую. Так, так, так. Так, нам надо тут предотвратить расход энергии, которые во время стрельбы по муравьям, которые находятся вне зоны. Что тут нового? Тут новый радар. Но радар, видите, тут еще дополнительные параметры. Так, так, так. Пушка, да, мы помним, 40 метров может стрелять. То есть, пока муравьи не окажутся на расстоянии меньше 40 метров. Меньше 40 метров. Надо ждать. Так, радар. Знакомимся с радаром, у которого больше параметров. Так, например, радар Eleonant будет искать только тех муравьев, которые находятся на расстоянии меньше 40 метров. Первые два числа сообщают радару о том, что он должен проводить поиск во всех направлениях. А, это градусы, я так понимаю, от нуля до 360. А два последних числа, говорят радару, замечают только тех муравьев, которые находятся на расстоянии от нуля до 40 метров. Ага, есть расстояние меньше 40 метров. Не обнаружено ни одного муравья. Инструкция радару возвращает значение нул. Ага, вот, я понял. Пока нул, пока нет ни одного муравья, мы ждем по 0,2 секунды. По 0,2 секунды. Хорошо, в предыдущей... А, тут даже пример. Блин, а я его второй раз только классно. Ну, мы пишем все сами. Так, давайте не... Не, 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 не сохраните, я промазал. Давайте откроем предыдущую. Вот мы поднялись. И я так понимаю, вот здесь в цикле надо... Надо вот так вот, наверное, сделать. Ищем муравьев, ищем, ищем, ищем. Нул, нул, нул. Как только не нул, цикл закончился. Я его вижу, я его поворачиваю и стреляю. Ну, давайте попробуем. По идее, давайте сохраним. Это lesson 2, 3. Вот так вот. И давайте запустим. И запустим, запустим. Ну, уже не стреляет, это хорошо. Ну, давай уже, вроде должен стрелять. Стреляй! О, круто. Смотрите. Док энергии все равно уже израсходовали. Ничего себе. Э, 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 друг. Так в прошлый раз, вроде бы, меньше было расхода. Ранен, ранен. Вон еще один. Вон. Опа. 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 Какой-то тут... Ну, 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 ну. Ну, а что произошло? Не хватает энергии. Походу, что-то мы... Наверное, мы опять заговорились. Точнее, я заговорился. И... И муравьи успели... Успели. Не, ну, он его нашел. Он начал стрелять. Но фишка в том, что он начал стрелять прямо. А, видимо, надо было еще пушку поворачивать. Но об этом разговора не было. Ну, да ладно. Сейчас посмотрим, как он с этим справится. Так, убил одного. Второго. Вот, вот, приближается. Третьего. Четвертого. Не, не. Че-то у нас наши... А, не, убили. Я уже думал, код менять. Прошла идея. Но... Прошли, прошли. Итак. И... Последнее на сегодня будет... Последнее упражнение. Это приколы... Жить и крылатому стрелку очистить зону. Легко. Так, F1. Надо меньше разговаривать. Так. Это же... В этом болоте от колесного или гусеничного стрелка пользы мало. Согласен. Это у нас болото, да? Надо запрограммировать крылатого стрелка, чтобы тот уничтожил всех муравьев в этом регионе. Окей. Так. А муравьи, в отличие от пауков, продолжают двигаться. Вы не можете просто повернуться к ближайшему муравью. Вы должны идти вперед и стрелять. Итак. Самый простой... Давайте я вот это скопирую сразу. Или не... Давайте, ладно. Самый простой способ решения этой проблемы заключается в том, что вы должны летать, но... Но в высоте, на высоте, опять ошибка, 10 метров и целиться вниз. А им минус 20. И приближаться к муравью с условным циклом, пока дистанц больше 20 метров. В этом условном цикле вы должны найти ближайшего муравья, развернуться в его сторону, разогнать моторы на полную мощность и немного подождать, например, 0,2 секунды. Все эти инструкции должны повторяться до тех пор, пока муравей не приблизится к вам на расстоянии меньше 20 метров. Пу-пу-пу... Да... Давайте пример этот посмотрим. Давайте... Давайте я его даже, наверное, скопирую. Контроль-С. Контроль-В. Но, я так понимаю, здесь он не полный. Так, давайте сохраним. 2, 3, 4. И давайте я вот это тоже скопирую. Сейчас сюда вставлю и проверим. Так, самое заключается в том, что вы должны летать на высоте 10 метров. Хорошо, вот мы пушку опустили, поднялись на высоту 10 метров. Окей. Дальше. Нам надо приближаться к муравью. Вот у нас цикл до тех пор, пока не 20 метров. Пока нул, да? И каждый раз мы ищем муравья. Нашли муравья, повернулись к нему, поехали к нему, подождали 0,2 секунды. Ду-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. После... Блин, а тут, походу, готовое решение. Надо было его, наверное, не копировать, а самим додумать. Ну, давайте запустим. Давайте откроем нашу программу. Wait. Посмотрим, как оно работает. Эй-эй-эй-эй-эй. Он улетел. Но обещал вернуться. Да-да. Это готовое было решение в примере. Наверное, было готовое. Блин, могли бы там не полностью готовое давать. А то я с дуру скопировал и, получается, миссию сам не прошел. Да, ну ладно, что тут. Типа первый раз пользуюсь копипастом, да? Все так или иначе где-то когда-то использовали копипаст. Нашел, гугланул, скопировал, вставил, работает. Заказчик доволен, все довольны, все отлично. Ну, давай, добивай его уже. Отлично, миссия выполнена. Салюты. Так, итак, мы за сегодня прошли эти четыре миссии. Ну, думаю, на сегодня все. В следующем видео пройдем вот эти три миссии, то есть завершим раздел 2. И потом постепенно начнем осваивать новые и новые возможности. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, обязательно подписываемся. Делимся этим видео, комментируем. И все такое. Всем пока.